Здарова, братцы! Вы на канале AndroNews. 10 дней. Ровно 10 дней я пользовался красивым и невероятно эффектным смартфоном прямиком из будущего. 10 дней все завидовали мне, как только я доставал смартфон из кармана. И все эти 10 дней практически никто не понимал мою боль. Итак, речь пойдет о Huawei Mate 30 Pro. Если вы сейчас подумали о том, что моя боль связана с отсутствием Google сервисов, то как раз-таки этот вопрос нам удалось решить. Там, правда, есть пара нюансов, но об этом я расскажу чуть позже. А в целом Google сервисы работают нормально. Та проблема, которую я сегодня затрону, она не банальная. Она не связана ни с Huawei, ни с Google. Она касается всего рынка смартфонов. Мало того, это не единичный случай и не брак. Есть все предпосылки к тому, что уже в следующем году эта проблема может стать массовой. То есть она будет присутствовать у многих смартфонов от самых разных брендов. А самое хреновое, что у этой проблемы нет адекватного решения. Но для того, чтобы вы поняли то, о чем я хочу вам рассказать, нужно идти по порядку. Нельзя просто взять и перепрыгнуть к этому пункту. Я хочу, чтобы вы видели всю картину целиком. Но, прежде чем мы перейдем к основной части этого ролика, мне хочется задать вам очень важный вопрос. Готовы ли вы к захватывающим приключениям? Конечно же, я говорю сейчас о мобильной игре Викинги. Это мир, где 20 миллионов игроков, включая меня, сражаются за свое место под солнцем. Я выбрал для себя военный путь развития, завоевание чужих территорий, разбой, грабеж и прочую веселуху. Но, если хотите, можете мирно развиваться, никого не трогать, заняться торговлей или дипломатией. Все решаете только вы сами. А прямо сейчас Викинги разыгрывают крутые призы. Два игрока, которые достигнут 10 уровня дворца, могут получить по iPhone 11 Pro. Но, это еще не все. Также, вы можете посостязаться за супер приз, MacBook Pro. Для этого, до конца этого месяца, вам нужно достичь самого высокого уровня дворца среди остальных участников. Подведение итогов розыгрыша состоится 3 января. Короче, качайте игру именно по моей ссылке в описании, и тогда вам в подарок прилетит 200 голды и бесплатный щит. Желаю удачи. Начать я хочу с факта, который мало кому известен. Huawei Mate 30 Pro это первый смартфон компании, который сделан полностью без использования американских комплектующих. То есть, вообще. И, как я уже сказал, смартфон красив. Даже монобровь у него выполнена удивительно аккуратно. Особенно, если сравнивать с iPhone. То, как обыграли блок камер на тыльной панели, это, конечно, вопрос спорный и очень субъективный. Но я бы точно не назвал это уродством. И нельзя отрицать тот факт, что этот смартфон не похож ни на один другой. Даже беглого взгляда достаточно для того, чтобы отличить его от всех остальных трубок, которые делаются как будто под копирку. А еще Huawei радует своим вниманием к мелочам. К примеру, так же, как и в предыдущей модели Mate 20 Pro, глянцевая тыльная панель новинки сверху вниз постепенно приобретает текстуру и шероховатость, благодаря чему смартфон уверенно лежит в руке и не выскальзывает. Но главная фишка – это дисплей-водопад. Он просто космос. Когда берешь смартфон в руку, его экран натурально гипнотизирует. И мне правда очень жаль, что камера не может передать то, насколько круто это выглядит. Кстати, в настройках смартфона можно включить нечто вроде True Tone, когда цветопередача дисплея подстраивается под окружение. Мне эта фишка понравилась. Технические характеристики тоже отличные. Как ни крути, флагман. Я вам даже больше скажу, по моим личным ощущениям, я не увидел разницы между процессором Snapdragon 855 Plus и Kirin 990. Система работает как самолет. Никаких микрофризов и прочих неприятных мелочей мной замечено не было. Мало того, даже в тяжелых задачах смартфон не греется и не троттлит. Любые игры запускаются на максимальных настройках графики и стабильно держат 60 фпс без малейших просадок. Конечно, видеоускоритель от Mali на бумаге немного пугает, но на практике у меня нет к нему никаких претензий. Я не знаю, каким образом Huawei добивается этого результата. Возможно, при помощи фирменной технологии GPU Turbo мне как пользователю наплевать. Не самое главное, чтобы картинка была красивая, загрузка быстрая, а анимация плавная. Это все, что меня волнует. Лоток для сим-карт тут, скажем так, специфичный. С одной стороны, он комбинированный, и это неплохо. Но с другой стороны, вместо второй сим-карты здесь вставляется не microSD, а nanoSD. Поэтому ценность такого комбинированного слота остается под вопросом. Разблокировка пальцем работает отлично. Распознавание по лицу тоже. Собственно, все как всегда у Huawei. А вот в плане качества звука и динамиков, все не так хорошо, как хотелось бы. И, к сожалению, это тоже можно назвать традицией Huawei. Смартфон способен выдавать громкий стереозвук, но по качеству он явно проигрывает практически всем своим ценовым конкурентам. И даже некоторым смартфонам классом ниже, таким как Asus ROG Phone 2 и даже OnePlus 7 Pro. Но я хочу уточнить один момент. Это не означает, что смартфон звучит максимально гадко на уровне бюджетников. Нет, это не так. Особенно, если брать бюджетники от той же компании Huawei. Там вообще трындец. Это все-таки флагман. Тем не менее, в сравнении с флагманами от других брендов, этот смартфон звучит явно хуже. Звук какой-то неестественный, металлический, пронизывающий, перегруженный. Короче, не очень приятный. Если надеть наушники, тогда все норм. А в наушниках звук вполне приличный. Но уже не будете 24 часа в сутки и 7 дней в неделю ходить в наушниках, правильно? Получается, сразу после распаковки вы несколько минут кайфуете от дизайна, особенно от дисплея. Потом включаете смартфон и испытываете еще несколько минут восторга от производительности. Вот как бы и все. Теперь с этого самого момента начинается жесткий секс. Сначала вам нужно изучить несколько веток популярных форумов, чтобы затем вооружиться кабелем и каким-то образом накатить сюда Google сервисы. Но как бы вы ни старались, бесконтактная оплата по Google Pay все равно работать не будет. По крайней мере, у меня ничего не вышло, а я старался. Потом вы включаете какой-нибудь видосик на YouTube и понимаете, что звук здесь, откровенно говоря, не очень качественный. Индикатора уведомлений нет, зато в настройках можно включить Always on Display. Но у него какая-то беда с отображением значков уведомлений. По крайней мере, на данный момент. Возможно, однажды это исправят, но когда – неизвестно. И, наконец, дисплей. Выглядит он, конечно, очень круто. Но у меня есть к нему две очень серьезные претензии. Во-первых, у флагмана 2019 года хотелось бы видеть частоту обновления изображения дисплея хотя бы 90 Гц. Я уже не говорю о 120. Но это такое. А во-вторых, дисплей-водопад – это полная хрень. Регулировка громкости – это отдельный процесс, к которому нужно привыкать. Хотя обычные физические кнопки в 100 раз удобнее. И это объективно. Но есть и другая, гораздо более серьезная проблема. Я очень часто читаю новости со смартфона. Но в случае с Huawei Mate 30 Pro я не могу этого делать, потому что это капец как неудобно. Текст выходит за рамки видимой области. И подобные проблемы возникают повсеместно. Не только с чтением новостей. Тут какое дело. Сторонние приложения не знают о том, что края дисплея находятся вне зоны видимости. Они просто не умеют учитывать этот факт. Поэтому они задействуют все пространство, даже то, которое находится вне зоны видимости. Короче, мы имеем серьезную проблему, о которой нужно говорить. И вполне очевидно, что уже в следующем году таких смартфонов станет гораздо больше. И лично я вижу только одно решение. Программно на уровне системы сделать так, чтобы приложения запускались отступами по краям. То есть, чтобы слева и справа были пустые области. Вся остальная информация отображалась четко по центру. Но тогда у меня возникает следующий вопрос. Зачем вообще нужны дисплеи-водопады? Ладно, давайте вернемся к дивному смартфону Huawei Mate 30 Pro. Я напомню, что вся эта радость в кавычках обойдется вам по цене около 900 долларов. Плюс растаможка. И это под заказ из Китая, без гарантий и прочего. У официалов из наличия ценник еще выше. Вот и вопрос. А нахрена покупать этот смартфон без Google сервисов, без оплаты по NFC, с не очень качественным звуком и в завершение проблемным дисплеем? Если за те же деньги существует очень много других крутых флагманов без всех этих проблем и заморочек? Я уже догадываюсь, что большинство людей скажут. Камера, только ради нее нужно брать флагман от компании Huawei. Она настолько крутая. Вай-вай-вай. Ну, что же. Давайте посмотрим, насколько она лучше, чем у конкурентов. В сравнении я буду делать с iPhone 11 Pro Max. На первом фото у нас сумерки. И здесь iPhone неплохо отработал светлые участки. А Huawei, наоборот, лучше проявил себя в тенях. Но, если говорить в целом, у iPhone фотография получилась лучше за счет более правильной цветопередачи. При искусственном освещении оба аппарата справились хорошо. Но у iPhone чуть лучше детализация. И опять-таки, цветопередача. Днем оба аппарата вполне прогнозируемо сделали отличные фотографии. Но баланс белого немного отличается. И у iPhone он более правильный. А вот в ночном режиме выбрать лидера, к сожалению, невозможно. Потому что эти смартфоны используют совершенно разные алгоритмы обработки. Huawei более контрастный и резкий. В то время как iPhone более мягкий, теплый и приятный. Тут скорее вопрос на любителя. Кому-то больше понравится снимок на Huawei, а кому-то на iPhone. Но есть один немаловажный нюанс, который стоит учитывать. Я его испытал на себе. Это сам процесс съемки. На iPhone он более приятный, комфортный. Сама фотография обрабатывается намного быстрее. Все происходит, в принципе, быстрее. Там имеется функция Live HDR. То есть, когда ты сделаешь снимок, ты сразу же видишь, конечно, результат видоискателя. Huawei так не умеет. То есть, процесс съемки более комфортен на iPhone. Зато у Mate 30 Pro есть прокачанный телевичок. Зуммировать картинку можно вплоть до 30x. Правда, качество фото в таком случае, откровенно говоря, хреновое. Как по мне, реально эффективный зум здесь 10-кратный. И с ним более-менее можно работать. Но это самый край. Зато сверхширик у iPhone охватывает чуть более широкий угол, чем у Huawei. И это круто. Правда, на краях фотографии присутствуют чуть еле заметные хроматические аберрации. Не знаю, насколько это критично, но мое дело сказать вам об этом, а вы уже сами думайте. А вот фронтальная камера у Huawei отличная. Большой размер фото, неплохой динамический диапазон, имеется даже небольшое оптическое боке. Короче, здорово. Разве что цветопередача у iPhone снова лучше. Но вы знаете, эту фразу можно добавлять практически каждому фото, потому что, ну, она реально везде лучше. Теперь запись видео. Днем все не так уже плохо. У iPhone стабилизация отрабатывает чуть лучше, но Huawei тоже демонстрирует вполне достойный результат. А вот ночью Mate 30 Pro полностью сливает iPhone и по стабилизации, и по динамическому диапазону, и вообще в целом по всем фронтам. Кроме разве что количества шумов. Да вы и сами видите, тут даже не нужно ничего комментировать. В общем, вот вам мой вердикт. У Huawei Mate 30 Pro не настолько крутая камера, чтобы ради нее закрывать глаза на все другие недостатки. Это лично мое мнение. Теперь я хочу сказать пару слов о времени автономной работы. Совсем недавно мы проводили наш фирменный задротливый тест среди флагманов, где из 9 смартфонов этот занял 4 место. Но как бы там ни было, нужно отдать должное Huawei, потому что Mate 30 Pro продержался чуть дольше 9 часов. Это очень хороший результат, и не важно, какое место в рейтинге он занял. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать. Дисплей-водопад это говно. Я считаю, что это неправильное будущее. Не нужно двигаться в этом направлении. Да, выглядит красиво, но это жутко непрактично. И я надеюсь, что в этом ролике я наглядно смог вам показать и объяснить свою позицию. Сейчас больше всего меня пугает тот факт, что практически все производители всерьез прицениваются к такой реализации. Тут ведь в чем прикол. На первый взгляд смартфон выглядит очень круто и привлекательно. А для производителей это самый важный показатель. Для них основная задача это продать смартфон. Именно это является для них первостепенным. Самое главное, чтобы смартфоны продавались. А иначе все остальное вообще не имеет смысла. И я уверен, что дисплей-водопад способен довольно сильно поднять продажи. А на этом у меня все. Делитесь этим роликом со своими друзьями, если он вам понравился. Не забывайте ставить пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляйте субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...